МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное заседание административной комиссии. 7.07.17.08 по адресу 3-й микрорайону, около дома 18, участки зелеными срождениями, было размещено транспортное средство КАС. 27 августа прошло открытие многофункционального учебного центра на базе ГО ИЧС Десногорска. Новый учебный класс оснащен современным оборудованием и через некоторое время будет готов принять первых слушателей. Проект удалось реализовать благодаря победе в конкурсе фонда АТР-АЭС. В результате управление по делам ГО ИЧС получило от концерна Росэнергатом полтора миллиона рублей. Результаты этой работы мы можем и хотим вам продемонстрировать. То, что мы сделали. Это холл учебного центра, тренировочные площадки, оборудование. Естественно, сделали ремонт. И учебный класс. Задача многофункционального учебного центра – это подготовка и обучение населения действием при различных ЧС и в целом по вопросам гражданской обороны. Ранее на Смоленщине такое обучение проводилось только в Смоленске и Рославле. Первый этап мы успешно преодолели. Мы создали материальную базу. Следующий шаг – это получение лицензии, это организационно-штатная структура, это создание и развертывание учебных планов, занятий, расписаний. И с нового года я планирую, мы полноценно начнем работать. Открытие центра стало очередным этапом развития системы гражданской обороны Десногорска. Недавно, а также благодаря конкурсу фонда АТРАЭС, была реализована система «Безопасный город», которая на данный момент включает в себя 52 камеры наружного видеонаблюдения. Пополнение материальной базы ожидается и дальше. «Очередным шагом развития системы гражданской обороны нашего города является приобретение уже в 2020 году специализированного спасателя автомобиля, который будет оснащен всем необходимым инструментом для спасательных операций, для каких-то операций по предотвращению чрезвычайных ситуаций». Приобретение этой техники проходит при содействии администрации Десногорска и губернатора области Алексея Островского. Под председательством Владимира Исаева 27 августа прошло очередное заседание административной комиссии. Нарушение правил проживания в городе остается одной из вредных привычек некоторых горожан, за которые чаще всего приходится отвечать рублем. В этот раз было представлено 16 таких случаев. 14 протоколов по статье 17.4 не выполняем требования установленных правилами благоустройства и два протокола по статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории нашего города». Найти подходящее место для парковки своего автомобиля становится все более сложной задачей. Это показывает и динамика соответствующих административных дел. 14 подобных нарушений против 11 во время прошлого заседания. Итого немалые штрафы от 3 до 4 тысяч рублей получили 11 автолюбителей. Досталось и любителям пошуметь по ночам. По этой статье вынесен один штраф в тысячу рублей. А также одно предупреждение. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok